Наш хозяйство организовано недавно, в апреле 2000 года, с нуля на голом месте. На сегодняшний день в хозяйстве 7 тысяч гектаров земли и вся необходимая структура. В хозяйстве имеется 20 ракторов различных марок, 7 комбайнов, 10 автомобилей и вся необходимая посевная и почвовывающая техника. Здесь располагается квадскими помещениями на 10 тысяч тонн зерна. Уже не загораем весенние полевые работы и хочется поговорить о том, какие же трудности, какие задачи нас ждут в этом году. Основная проблема сегодняшнего дня это огромный и все возрастающий диспредит цен на нашу продукцию и все составляющие нашего урожая. Первая, я считаю, и самая важная проблема это стоимость минеральных удобрений. Вот если стране нужно зерно, значит надо найти способ снизить цен на минеральное удобрение. И будет зерно даже при тех же площадях. Вот непонятно с чего производители резко начали поднимать цены, которые достигли космических высот и которые продолжают расти в течение всего года. За период роста, кстати, со стороны ФАС не было предпринято никаких адекватных мер. На нашу же продукцию при небольшом подорожании сразу же принимаются меры по ограничению цены в виде вывозных таможенных пошлин. Если цена пшеницы выросла 50%, то стоимость удобрения выросла от 100 до 200%. Вот, например, ОМОФОС сегодня, знаете, что стоит? 58-59 тысяч рублей за тонну. Если мы внесем 100 килограмм ОМОФОСа на гектар, то затраты с учетом доставки и внесения составят 7-8 тысяч на гектар. Если полученную прибавку урожая по сегодняшним ценам мы продадим, то мы не вернем тех денег, которые были вложены в эти удобрения. Вот при существующем диспориде цен на удобрения и сельхозпродукцию применение удобрений становится экономически невыгодным. Фермерам ничего не остается делать, как пересмотреть структуру посевов в сторону культур, требующих минимальное количество удобрений. Ну, следом резко взлетели цены на металл. Цена 1 тонна металла превышала, было такое дело, 120 тысяч рублей. Но никто не подумал, что рост цен на металл вызовет резкий рост цен на сельхозтехнику, потому что металлъемкость сельсхозяйственной техники очень высокая. Некоторые заводы, например, ПТЗ, понимают, к чему это приведет, потратив все свои свободные деньги на закупку металла, тем самым кратковременно сдерживая рост цен на технику. Но в долгосрочных перспективе увидим, какой рост цен на продукцию машиностроения у нас на сегодняшний день есть. В фермерском сообществе на сегодняшний день ведется много разговоров о повышении утилитационного сбора. Если это произойдет, то это еще большее заветено цены на технику, и она станет для нас просто недоступной. Со стороны ФАС были приняты некоторые меры подключения цен на металл, но все равно цены остались на высоком уровне, я считаю. Вот в прошлом году мы строили два ангара для хранения зерна. На первый ангар мы успели купить металл по старой цене, и он обошел с 5 миллионов рублей. А на следующий ангар мы купили уже по новой цене, и он обошел уже в 10 миллионов рублей. Представляете, какие затраты? Отдельно хочу сказать о росте цен на запасные части для сельсхозяйственной техники. Потому что мы работаем на нашей технике, поломки есть, и запчасти приходится покупать. Производители запчастей, пользуясь ситуацией, действительно воспользовались, подняли цены на свою продукцию, рост которых составил от 200 до 300 процентов. Вот ты же не представляешь, какие цены. И эти цены никто не контролирует, даже внимания никто не обращает. И качество запасных частей вызывает очень много нареканий и вопросов. Ввиду пандемии и разрыв экономических отношений, значительно подражали все средства защиты растений. В последние годы многие фермерские хозяйства перешли на технологию наутил, которая требует большое количество СЗР, и это будет для них большим ударом. А работать по-другому они сейчас уже, я думаю, что не смогут. Далее, что касается стоимости дизельного топлива. Вот в стране происходит парадокс. Небд дорожает, дизтопливо дорожает. Небд дешевеет, дизтопливо все равно дорожает. Вот чтобы сэкономить при покупке ГСМ, мы стараемся закупить дизельное топливо в зимнее время. Если зимой 2020 года, то есть год назад, мы брали дизельное топливо по 45 тысяч за тонну, то в декабре прошлого года мы уже брали по 57 тысяч за тонну. А на сегодня предлагают уже 59 тысяч тонн за ставкой. И рост цен продолжается. Нефтянки поговаривают, что цена в период посевной кампании превысит 60 тысяч рублей за тонну. Я же говорю не о зимней дизельной топливе, 65-67 тысяч за тонну. У кого же вот наводство есть, все знают, что это такое. Вот дизельное масло в прошлом году мы брали 25 тысяч бочек. В этом году цена превысила 50 тысяч за бочку. Теперь представьте, какую себестоимость наши продукты мы получим уже этой осенью при этих затратах. Вот у нас в стране рыночная экономика, и фермеры удивляют, почему цена на пшеницу регулируется, а на остальную продукцию нет. Почему почти при рекордном урожае в мирное время были введены таможенные пошлины. Фермеры заведения пошлины не получили 90 миллиардов рублей. Именно выручки. Средства от пошлины хотят вернуть в виде субсидий сельхозпроизводителям, но при этом непонятно, сколько из этих средств будет скомпенсировано аграрием. При существующей в настоящее время системе распределения субсидий, субсидии получают 5-10% фермеров. Я в прошлом году ни копейки не получил. В прошлом году Минсельхозам был поднят вопрос о снижении тариф на электроэнергию для сельхозпроизводителей. Помните, разговоры велись-велись, но потом все затихло, и тарифы остались на прежнем уровне. Ничего не поменялось. Сложившая обстановка при таком диспределии цен не позволит провести весенние полевые работы в полном объеме, выдержив технологию. И если ситуация не изменится, то посевная в 2023 году, я считаю, что будет просто сорвана. Жители сел, создающие фермерские хозяйства и ведущие личные подсобные хозяйства, имеют ведущую роль в сохранении деревень. Но они из года в год сталкиваются с возрастающим объемом административных барьеров. Требования предъявляемой к реализации произведенной продукции системы электронной сертификации полностью закрыли личным подсобным хозяйством выход на потребителя. И открыли возможность торговым сетям безнаказанно продавать морковку по 150 рублей за килограмм. Это ведь легко, когда у тебя нет конкуренции. Особо остро стоит вопрос доступа мелкого бизнеса к земельным ресурсам. Крупному бизнесу нужны все большие территории и земли. И, конечно, их проще забрать у тех, кто их обрабатывает. Имея больший административный ресурс, они ищут слабые места, ошибки в какой-то старой документации, все способы давления на людей и забирают земли фермеров. У нас в области ни одно хозяйство так уничтожено, и это не какой-то абстрактный пример. Сегодня и наше хозяйство столкнулось с этой проблемой, и уже мы услышали в свой адрес, что тягаться ресурсами нам не под силу. А ведь и правда не под силу. И мы оказались беззащитными. У нас нет миллиардов на счетах, и группы юристов для своей защиты. Покупая дорогую технику, никто нам не может гарантировать, что через пару лет нам будет где на ней работать. А мы ведь просто хотим работать на земле, мы хотим давать рабочие места, мы хотим платить налоги. Рассматривая актуальные проблемы фермерства, нельзя не сказать о вопросах обеспеченности удобрениями, о новых правилах работы с пестицидами. Мы, как представители малых форм хозяйствования, столкнулись с тем, что требования к нам применяют наравне с холдингами. Хотя в вопросах той же господдержки мы не на равных. Я имею в виду ту непомерно административную нагрузку, которая ложится на плечи малых форм хозяйствования. На сегодняшний день каждый фермер должен работать в следующих системах. Цербер, Меркурий, Сатурн, Зерно. Часть этих систем уже действует, часть находится в тестовом режиме, и в ближайшее время станет обязательными. Наибольшее опасение в краткосрочной перспективе вызывает система ГИС-зерно, доступ к которой планируется открыть для сельскохтоваропроизводителей с 1 марта 2022 года, а с 1 сентября она уже станет обязательной для внесения данных о зерне при приемке, отгрузке, перевозке и реализации зерна. Кроме того, система ГИС-зерно предусматривает ежедневное внесение данных по весу зерна в разрезе культур, полей и мест хранения. Хочется отметить, что на данный момент уже существует работающая в стране система, включающая предоставление отчетности, посеву, уборки урожая и декларированию продукции. Новая система не отменяет старые требования к отчетности и декларированию, но создает трудности с оперативной реализацией зерна. Данная система, к тому же, это новый административный барьер для входа в бизнес малых форм. Новые фермерские хозяйства в данных условиях просто не будут возникать вовсе, а уже существующие мелкие хозяйства будут вынуждены закрываться. Считаю, необходимо посмотреть выжимки из сельскохозяйственной микропереписи и обратить внимание на то, что за пять лет действительно количество индивидуальных предпринимателей и КФХ снизилось более чем на 30%. Это только судя по микропереписи. На самом же деле и куда больше. возникает очень важный вопрос. А куда денется село? Ведь именно село для села имеет главный опору в фермерские хозяйства. Мы чистим в зимний период дороги, мы их ремонтируем, мы помогаем ФАПам, мы помогаем клубам, местным сельсоветам, даже просто гражданам. Если нас не останется, а что идет пока к тому, в принципе, не останется и села. В этой ситуации опираться на агрохолдинги, я считаю, бессмысленно, так как агрохолдингам, да, таких проблем и дела нет. Да и не в каждом районе найдешь агрохолдинг. Сейчас КФХ, это преимущественно, что и ЛПХ. У них имеется 3-5 коров и все. У них есть статус КФХ, но на самом-то деле по активам это ЛПХ. И говорит о том, что у нас растет число фермерских хозяйств, это ошибочно. Политика государства способствует тому, что через пару десятков лет села совсем не останется. Что делается для того, чтобы поддержать фермеров? Раньше помогали субсидиями, а теперь мы и тех получить не можем. Сделано все таким образом, что нам или бумажки собирать, тогда нечему работать на полях и в хозяйстве, либо работать, но тогда мы никаким образом не можем получить субсидий. Основные средства уходят в крупные хозяйства. Как мои коллеги сказали, это действительно так. Нам особо рассчитывать на какую-либо поддержку не приходится. Я сам лично за 21-й год получил, слава богу, хотя бы одну поддержку за молоко. За 20-й год также одну поддержку. Спасибо хотя бы и на этом, но все-таки хотелось, чтобы наши небольшие христиане, все-таки на них оказывалось больше поддержки, чем сейчас есть на самом деле. И ситуация действительно такая, что на федеральном уровне действительно деньги доводятся и совсем другие требования. Но на региональном у нас совсем по-другому. Мы живем совсем другой жизнью. Что говорить о помощи? Тут хотя бы не мешали просто работать. Так нет. Создана и создается куча преград, как моя коллега сейчас и сказала. Это тоже цервер, меркурия, зерно. И нам некогда сидеть за трактором, некогда коров доить. Нам приходится садиться за компьютер и заполнять различные отчеты. Мало этого, теперь справки на анализ молока каждый день поставляют. Да и, конечно же, не бесплатно. Денег у фермеров мало, а нужно, чтобы их вообще не было. Кто бы чего не говорил, но факты говорят сами за себя. Благодаря Министерству сельского хозяйства КФХ получают поддержку на развитие хозяйств в виде грантовой поддержки. И да, это отличная мера, которую мы постоянно используем, но она, конечно же, ничтожно мала. Так может выделить отдельно под наши маленькие хозяйства субсидии, как это сделано было с грантами. Мною лично был задан вопрос президенту по поводу строительства домов на землях сельхозназначений, что очень важно для фермеров. Закон приняли, спасибо депутатам, спасибо президенту нашему. А что изменилось после этого? Кому интересно выдавать разрешение, чтобы потом тянуть коммуникации? По итогу результат нулевой. Закон есть, применить не можем. У нас в регионах разрешено строиться только в удаленных районах. Почему такое предвзятое отношение к фермерам? А когда мы начнем строить вспомогательные постройки к этим домам, тоже пока непонятно. Я являюсь председателем кооператива. В 2019 году мы получили грант на строительство завода по переработке фруктов, ягод и овощей. Денежные средства полностью освоены, завод построен, проверки прошли. А в ходе эксплуатации к строителям возникли серьезные вопросы, которые делают производство невозможным. Устранить замечание подрядчик отказался. Мы подали иск в суд и почти два года ждем решения. Судебная экспертиза прошла 1 ноября 2021 года и до сих пор материалы не переданы в суд. Как следствие всего этого мы не можем выполнить экономические показатели в должном объеме. Это номенклатура продукции, объем выпускаемой продукции и соответственно реализации. И при этом завод работает. Количество сотрудников не сокращено, все налоги перечисляются, кооператив не закрыт и продолжает осуществлять свою деятельность. Тем не менее, на сегодня за неисполнение условий соглашения при получении грантовой поддержки управление сельского хозяйства области направило нам требование о возврате гранта. Вот и получается все по закону, но виноват тот, кто менее всего виноват. Этот пример имеет самый широкий список пострадавших от недобросовестных строительных организаций. Такие строительные компании, состоящие в СРО, практически разоряют кооперативы и КФХ. Хочу предложить для сохранения развития кооперативов КФХ, уже получивших гранты, но не успевших вывести их на запланированные показатели, предоставить возможность автоматического продления срока реализации проектов грантополучателям 2019 года еще на один год, просто заявительным порядком, в адрес уполномоченного органа ВСХ области. Поскольку средства гранта освоены полностью, проект развивается, но необходимо дополнительное время для выхода на установленные показатели согласно бизнес-плану. Для этого внести соответствующие изменения в постановление правительства Российской Федерации от 14 07 12 года за номером 717 о государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Сегодня очень много говорим о росте тарифов. И я тоже в своем докладе скажу, что показатели, заложенные в бизнес-проектах, не предусмотрели повышение цен в разы в 2021-2022 годах. Куп пиломатериалов с 10 рублей, с 10 тысяч рублей в феврале 2021 года вырос свыше 20 тысяч рублей сейчас и цена продолжает расти. Дизельное топливо за последние 6 месяцев подорожало на 3,5 рубля за литр. Газ, электроэнергия, что говорит, от 8 рублей за киловатт и выше, минеральные удобрения, это отдельная уже тема стала на нашем съезде. Металл подорожал и непонятно, почему у всех отраслей российской промышленности есть аргументы повышения цен, а у сельхозтоваропроизводителей должна быть государственная ответственность. Мы не можем повышать цены, потому что у населения нет возможности покупать и так уже подорожавшие продукты. И что важно, мы с этим соглашаемся. У нас на производствах работают наши сельчане, мы живем вместе с ними и хорошо понимаем, что покупательская способность низкая. Вот и получается, что рост цен на металл, запчасти, ГСМ, минеральные удобрения, СЗР, это состоявшийся факт, а далее непонятно, что с этим нам делать. У нас прошлый год было ЧС, ЧС-соседи получили из областного бюджета поддержку, а мы не можем, так как все-таки бюджет у нас слабый. И предлагаю законодательно принять, чтобы субсидии были для всех одинаковые, или это на федеральном уровне, или на уровне регионов. Тогда была честная конкуренция, мы же говорим о конкуренции, ВТО вступали для чего? Для того, чтобы была честная конкуренция. Давайте сделаем, чтобы и у нас, в России было так же. В 2021 году субсидии получили у нас также небольшое количество крестьян, 38%. Есть районы также, один район, который вообще не получил нисколько субсидий. Но мы уже говорили несколько раз, я повторюсь, может быть, что если бы хотя бы субсидия была в тысячу рублей на гектар, тогда можно было бы говорить о приемлемой ценовой политике для покупателей нашей продукции, о чем мы и говорим. Вшельский 2021 год был крайне неблагоприятным для работников сельского хозяйства. Жесточайшая засуха, которая была на таком уровне последний раз, кто по-старше может быть и наши регионы помнят, в 1975 году только. В большинстве районов первые дожди прошли после схода снежного покрова только в конце июня, начало июля. В некоторых хозяйствах были случаи, когда посевы даже не взошли и вынуждены были перепахивать от пары. Правительство области объявило ЧС, ущерб был в районе 5 миллиардов рублей, соответствующие документы об ущербе были направлены в Минсельхоз, но, к сожалению, возмещение ущерба было отказано, ссылаясь на то, что нужно посевы страховать. Я согласен, это правильно, но, к сожалению, страховые компании, какие у нас были, упробовали застраховать, они уже поняли, что в марте-апреле уже было понятно, что у нас была засуха. Просто не стали заключать договора. Вот и все. Хотелось бы еще несколько слов так называемый технический вопрос коснуться. Это вот запасные части нашей сельхозтехники. Знаете, вот рабочие органы для обработки земли сделаны словно из пластилина. Не знаю, как у вас в других регионах, у нас или плуг опускаешь, или, значит, если мы уберем наши запчасти, лапу культиватора, как пластилин. Один и тот же подшипник есть и за 100 рублей, и за 300, и за 1000, но нет качества. Если вышел из строя какой-то узел, то, говорят, экспертиза пройдет, скажем, кто виноват, а пока покупай новый. Иначе можешь прождать всю посевную или уборку. А по новой технике все каждый год изменения в конструкции, на комбайн с разницей в год, уже разные запчасти. А на более старую технику 6 лет уже и запчастей даже не выпускают. Мы считаем, что здесь нужно законодательно также разработать технический регламент, сертификаты качества и еще что-то продумать. И, конечно, в этом случае нужен арбитраж. Мои коллеги, я представляю крестьянско-фермерское хозяйство Колесниково, Ставропольский край. Хозяйство создано в 1992 году моим отцом, Колесниковым Александром Петровичем. Сейчас, кроме моего отца, меня еще работает мой брат. В зале также присутствует мой сын. Покажите, где внести. Покажите ребенка. Хозяйство общей площади составляет 300 гектар земли. Занимаемся первым видом деятельности нашей является семеноводство азимы пшениц, азимовая чменя. Мы активно продаем семена свои по Северо-Кавказскому федеральному округу. Сейчас работаем с Республикой Азербайджан, Грузией. Вторым видом деятельности нашей является мясное скотоводство. Мы занимаемся разведением породы Геррифорд. В 2012 году мы стали участниками программы семейная ферма. В 2014 успешно ее реализовали. В 2018 году мы получили статус племенного репродуктора. по геррифордской породе. В 2019 мы повторно стали участниками семейной фермы. Сейчас мы заканчиваем реализацию проекта по строительству площадки под корму скота. Реализован построен убойный цех. Полностью сертифицирован. В районе мы являемся единственной частной бойней кроме комисокомбината. Сейчас столкнулись как бы все гаранты это неплохо, но когда мы получили цена металла стоила 40 тысяч рублей тонна. Потом даже к моменту реализации цена стала 120. Конечно это для нас было шоком, но мы как бы немного справились с этим делом. Сейчас заканчиваем. о крае что хотелось сказать. В крае больше 7 тысяч фермерских хозяйств. Площадь возделывания культур больше 750 тысяч. 30 процентов произведенного зерна в крае произведено фермерами. 60 процентов произведено баранинами. Больше 80 процентов производится овощей открытого грунта. но при получении субсидий доля фермерских хозяйств еле составила 11 процентов. По какой причине так происходит? Некоторые что связано с не связанной поддержкой многие фермерские хозяйства просто этим не занимаются. Во-первых очень небольшая сумма. некоторые хозяйства получили по 8-12 тысяч. Что даже не оправдало потраченный бензин на сбор документов. Сложности в оформлении самих субсидий. Что я вижу в этом? То есть нужно упростить саму процедуру документально. Второй момент. Да, мы говорим о том, что нет, не хватает денег. То есть нужно дать наиболее мелким хозяйствам возможность, чтобы увеличить размер субсидий. Что касается допустим нужно увеличить, что касается семенного поддержки семян до 50% долю фермерских хозяйств. Крупные хозяйства в состоянии сами обеспечить себя достойным семенным материалом. Фермерские хозяйства у них нет ни возможности, ни финансов, ничего. И суммы полученных субсидий небольшие. С каждым годом они становятся только меньше. Нужно увеличить долю фермерских хозяйств при получении льготных кредитов. Как показывает практика, крупные хозяйства получают льготный кредит, не имея на этого даже необходимости. На всякий случай. Имея на депозите 500 миллионов и более, получается, мы дополнительно получаем, даем заработок, получая, давая субсидии этим крупным хозяйствам, еще плюс зарабатывать на разнице процентных ставок. А фермерские хозяйства не получают лимиты. Что хотелось отметить по работе, допустим, положительно с Ростерхозбанком. Как никогда Ростерхозбанк в этом году выдал наибольшее число и Ставропольский край стал лидером по льготному кредитованию среди фермерских хозяйств. Вот второй момент, что существует, какая проблема, которую я сам испытал на себе. То есть мы не имеем возможности получить землю в аренду. То есть объявляется конкурс, на конкурс выходит масса народа, цена, вот я сам участвовал, цена аренды гектара дошла до 100 тысяч рублей за гектар. То есть все конкурсы мы проиграли на протяжении нескольких лет. Нет возможности, это наша беда. Я нахожусь в том регионе, где нет даже пастбища. То есть мы занимаемся скотоводством практически без пастбища. На конкурс подаем и все проигрываем. Я это вижу в чем? То есть фермерские хозяйства, особенно животноводческие, должны иметь приоритет в получении земельных участков в сравнении с другими. И они не только должны работать, потому что можно сделать подставное фермерское хозяйство, должны работать не менее каких-то там двух-трех лет реально, быть участниками каких-то программ и тогда им дать без торгов. Что касается еще какой проблемы? Это проблема не только нас, это Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа для животноводов. То есть существует, мы являемся как бы буфером по ящеру. Продажа мяса или животных очень резко ограничена. Мы не можем подняться до границ, доходим только до границ Воронежской области. Этот момент я вижу в каком? То есть нужно разбираться отдельно по каждому хозяйству и дать тем хозяйствам, особенно племенным, которые могут содержать достаточно все в порядке по здоровью животных, дать возможность отказаться от вакцинации ящера. еще которая основная проблема существует это под трава бродячим скотом сельхозпосев то есть нужно предусмотреть законодательное наказание выявление этого скота который как раз не только уничтожает посевы но и является распространителем как раз вот этих всех заболеваний. Что хотелось из положительного сказать то что у нас в крае очень активно прошла школа фермера организованная Ростехозбанка у нас также в делегации присутствует выпускник Георгий этой школы который прошел и теперь уже успешный фермер. Вот все что я хотел озвучить свои проблемы спасибо за внимание. Спасибо большое программу есть и проблемы которые есть это рабочие моменты мы к этому привыкли мы считаем что фермеры всегда правы они несут от земли свои боли наша задача их выслушать и помочь слава богу министерство сельского хозяйства нас слышит мы вместе решаем вопросы с депутатами с сенаторами и естественно штаб отрасли министерства во главе всех этих процессов вам спасибо и команде которая вчера и сегодня вместе с нами с нами работала Спасибо за приглашение на 33 съезд АКОР за прошедшие десятилетия ваша организация претерпела серьезные изменения она по праву себя зарекомендовала крайне авторитетным защитникам интересов российского фермерства но и с удовлетворением конечно же хочу отметить что у министерства и у АКОР выстроен эффективный высокопрофессиональный диалог накануне в рамках съезда об этом уже Иванович Николаевич сказал состоялось совместное совещание с моими коллегами из министерства озвученные членами АКОР вопросы и предложения я вас уверяю будут все детально проработаны на каждой из них мы представим ответ что называется по существу в целом мы с вами всегда открыто и предметно обсуждаем актуальные вопросы развития представителей малого агробизнеса и ищем новые точки для роста и ищем новые точки куда стоило бы нам с вами совместно развивать малоаграрный бизнес рассчитываю что работа в таком конструктивном ключе продолжится и далее поскольку фермерское сообщество это без сомнения является одним из драйеров одним из лидеров развития сельских территорий и продолжает демонстрировать стабильный рост производства аграрной продукции аграрной Продолжение следует...